А былом здесь напоминают разве что заплатки. Мастера все же закатали в асфальт песчаный пляж. До этого на пересечении улиц Максима Горького и Мало-Тобольской в буквальном смысле слова дорога ушла из-под ног. В асфальте образовались дыры. Заложником провала тут же стала автолюбительница. Вытолкали. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Чтобы решить проблему, специалисты-дорожники выбрали такой вот способ. Засыпали песком прямо под завязку. Движение на этом участке ограничивать не стали. Ограничились лишь вот таким заборчиком. Я думаю, смысла от песка вообще нету, потому что его весь выбивает, вымывает. И так, что он есть, что нету, не вижу никакой разницы. Ездится так же, нужно аккуратно обруливать эти ямы, так они теперь еще и присыпаны. Так их вообще не видно. Зато сейчас их и не видно вовсе, обрадовались водители. Для восстановления полотна дорожникам потребовалось больше месяца, времени, несколько сотен килограммов свежего асфальта и два репортажа по ТВ. Очень плохо, плохие дороги. Чем именно, что не нравится конкретно? Конкретно асфальт вот этот вот, его буквально год назад тут трубы ложили, постоянно тут пробки были, ну очень неудобно было. Объезжали там все, а сейчас вот опять его постелили, а толпут, а вот здесь как-то. Ну нету нормальных дорог здесь. Это уже другой район города, пересечения улиц Антона Петрова и Матросова. Полотно сейчас словно зеркало, такое же идеальное. Сравним картинку, репортаж двухгодичной давности. Тут и 10 отличий искать не нужно, все и так очевидно. Долгое время шоферы старались это место объезжать стороной, пешехода обходить, жертвовать подвесками и каблуками никто не желал. Одна из двух извечных проблем страны не решалась к этому моменту уже долгое время. Это июнь 2015-го. Полотно уже тогда было в ямах, местами напоминало стиральную доску. Не помогали даже пломбы, вылетали. Горожане жаловались от постоянных ударов о землю колес больших грузов, сотрясаются стены соседних строений. Когда сидишь, вот даже машина проезжает, и ты чувствуешь вибрацию, вибрация-то сильно идет. Даже ночью просыпаешься от крохота. Там отрясется, вы даже сами чувствуете, стоите, как от ума все ходит. Теперь жители могут спать спокойно, по крайней мере в ближайшие пару лет. Сейчас улица Матросова словно образцово-показательная. Мастерам осталось совсем немного. Установить бордюрный камень и привести в порядок пешеходные дорожки. Это мелочи, говорят барнаульцы. Подпрыгивали дома, и все, асфальт хороший. И все, и уже машины ходят, и как-то не так ощущаешь тряску. Возвращать былой вид двора или улицы обязана та фирма, которая провела раскопки, говорит наш эксперт-юрист Артем Чаузов. Добавляет, так прописано в федеральном законе об автодорогах. Та компания, которая производит ремонтно-восстановительные работы, должна восстанавливать ту территорию, где производятся данные работы. В частности, если это дорожное полотно, то должно быть восстановлено дорожное полотно, соответствующее всем строительным регламентам. Напоминаю, телефон нашей редакции прежней 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб, или у вас есть история для новой серии нашей программы. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал Город.